Доброе утро, мои хорошие! Доброе субботнее утро! Голос ещё немножко севший, как бы так особо ещё и не общалась ни с кем, да? Но успела уже выпить кофе до нашего эфира, успела уже позаниматься, сделать зарядку. Сегодня прям, не знаю, проснулась в Минске дождь, льёт, небо тёмное. Вообще всё кругом серое, как будто осень-осень наступила. Ваши солнышки, которые вы мне вчера посылали, почему-то ещё ко мне не дошли. Давайте, пришлите мне ещё солнышко, я так хочу хорошую погоду. Я прям не знаю, это дождь, конечно, но я решила не унывать. Я умылась, я сделала себе массаж лица, как я умею. Ну, кстати, кто не знает, посмотрите, на моём канале есть ролик, как я делаю массаж лица в домашних условиях. Да, быстренько пошла, позанималась. Так, а у вас жара, вот Вера пишет. Вот здорово, да? Да, я только глаза открыла. Муж за грибами человек провожает. Ну, здорово, классно. А у нас нет, а у нас дождь льёт, да? Ну, я умылась, сделала массаж. Думаю, надо раскачиваться. Наташа, надо раскачаться. Я пошла, позанималась и добавила сегодня себе ещё одно упражнение. Четвёртое уже упражнение. И, надо сказать, тело ощущает. Вот прям позанималась. Руки, ноги всё трясутся. Потому что я же силовыми упражнениями занимаюсь. Делаю силовую зарядку с гантелями, с приседаниями. Мне это классно. И прям реально, ребята, ножки вот так, кодуном и руки ходят. Но это классно. Это классно. И вам желаю тоже, не ленитесь, встаньте, сделайте зарядку. Вот смотрите мой эфир. И просто там, хоп, хоп, пару раз присели. Что-то разогнали, как нам в детстве показывали, да? Даже ходьба на месте, вот, пританцовывать. Это тоже зарядка и тоже разгонит вашу энергию по организму. Покажи пресс свой. Не покажу ни за что. Потому что мой блог не о красивой фигуре. Мой блог о правильном питании. А те, кто хочет посмотреть прессы у других девушек, вам в другое место. Вот так вот я скажу. У меня всё нормально. Всё, что могу вам показать, это вот так свою фигуру. Вот так вот полюбуйтесь на мою фигуру. И всё на этом. Хочу напомнить тем, кто присоединился и со мной ещё не знаком. Я нутрициолог. Я специалист по питанию. Я сбросила 42 килограмма без диет, без спорта. И рассказываю вам, как можно добиться такого же результата, не мучая себя ограничениями различными. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь. Будем худеть вкусно, будем худеть позитивно. Я всегда стараюсь быть на позитиве. Кстати, зарядка меня очень взбодрила. Я вам только что сказала, что сбросила свои лишние килограммы без спорта. Это действительно так. Но это не говорит о том, что у меня не было вообще никакой активности. Очень важно в процессе снижения веса делать то, что вам нравится. Найти такую активность, которая будет вам нравиться. И у меня такой активностью бытовой стали прогулки. Ежедневно в процессе снижения веса каждый день я гуляла 10 тысяч шагов. Для меня это было вот прям непривычно. Раньше я столько не ходила, естественно. Я ходила до работы и обратно. Работала я в то время недалеко здесь у себя на районе. До работы и обратно. Но когда я занялась именно похудением своим, чтобы привести себя в порядок, я добавила физическую активность в виде прогулок, в виде ходьбы. В любую погоду. Вот дождь, как у меня. Вот кто-то спрашивал, откуда я. Я из Минска. В дождь, в снег, в любую погоду. Я просто одевалась. Я брала зонтик. У меня вот трекер есть, да, шагомер. Кстати, раньше его у меня не было, когда я худела. У меня был просто шагомер в телефоне. Я одевала наушники с классной своей музыкой. Веселой, бодрой составила себе плейлист, который меня мотивирует и заряжает. И пошла. И пошла вокруг района. И так ежедневно, как на работу, я ходила. Вот такие вот круги вокруг района. Это помогает держать наши мышцы в тонусе и дает больше расход энергии. Понимаете? Не обязательно заниматься ходьбой. Просто мне нравилась ходьба. Потом я подключила велосипед и меняла просто. Когда-то каталась на велике, когда-то ходила пешком. Найдите ту активность физическую, какая вам нравится. Может быть, это будут танцы. Может быть, это будет бассейн. Может быть, я не знаю, прыжки на батуте. Но с большим весом не рекомендую. Это очень травмоопасно. Также, кстати, есть перечень вот таких занятий, которые не рекомендуются начинать с большого веса. Например, как все говорят, что чтобы худеть, надо прыгать на скакалке. Даже не вздумайте, если ваш вес 90-100 килограммов. У нас и так идет нагрузка на суставы, на позвоночник. И если вы начнете еще и прыгать на скакалке, это вообще ударная нагрузка на суставы. Поэтому не начинайте. Начните с чего-то такого органически привычного. Ходьба. То есть то, что вы делаете и так ежедневно, в принципе, да. Ну, просто добавьте активности в этом направлении. Ходьба, прогулки, бассейн, как я сказала, танцы. То есть где движение не травмоопасное. Не надо там начинать уже прям силовые упражнения и так далее. Так, как обычно, задавайте мне свои вопросы в течение эфира. Я буду на них, естественно, отвечать, отматывать. Как дальше продолжалось мое утро после этой бодрящей зарядки? А я стою, между прочим, зарядкой и занималась полчаса назад. А ножки до сих пор трясутся, мои хорошие. Вот что значит тонус мышц. Да, я делаю зарядку ежедневно. Я не хожу там в спортзал никакой ничего и не пакиваю, не делаю тренировки там 2-3 раза в неделю по часу. Я просто ежедневно 10 минут занимаюсь утром. Вот и все. Это тоже физическая активность. Ну, плюс гуляю с собакой. Собака у меня есть. Утром, вечером гуляй. Хочешь, не хочешь. Сейчас буду отматывать ваш чат и отвечать на ваши вопросы. А потом мы начнем готовить что-то вкусное. Я выбрала сегодня простой, но очень вкусный рецепт из моего личного меню, разработанного для программы по снижению веса. Одно из программ моих по снижению веса, которые я провожу, работая со своими индивидуальными клиентами. И в групповых тоже занятиях я использовала похожее меню. Это очень классная, кстати, палочка-выручалочка. Когда ты просыпаешься и не знаешь, что сегодня будем готовить. Вот, ну, нет мыслей. Особенно хозяйки меня поймут. Когда уже, как говорится, задолбала. Вот таким словом, когда ты не знаешь, это рутина, что готовить, что готовить. Одна вот эта мысль, что приготовить, что приготовить. Готовые, просчитанные, сбалансированные меню. Это просто то, что нужно каждой хозяйке, особенно если вы на снижении веса. Поэтому я открыла свое меню. Да, я их составляла для программ по снижению веса. Но почему я не могу ими пользоваться? Часто ими пользуюсь, действительно. И сегодня выбрала рецепт просто из меню. Пролистала немножко меню и выбрала. И сегодня мы приготовим что-то вкусненькое. Давайте я отвечу на ваши вопросы, а потом начнем готовить. Откуда вы? Я из Минска. Живу я в городе Минске, в Беларуси. Привет, здорово. Так, я с внуком погуляла, говорит Вера. Вы молодец. Вы на верном пути к стройности. Так, мне пока так нельзя. Я 180 килограммов вешу, но хочется тоже двигаться, как мне быть. Как быть? Двигаться даже с таким весом нужно. Обязательно вы можете любую добавить активность. Вы же ходите, вы же не лежачий человек. Я надеюсь, да? Ходите, просто ходите. Я вам открою секрет. Одна моя клиентка, которая, кстати, сбросила за месяц 9 килограммов. У нее нет возможности прям гулять целенаправленно куда-то ходить, потому что, она говорит, у меня двое детей маленьких. Я занимаюсь домом, мне нету возможности прям ходить. Что она делает? Она, когда чем-то занимается, моет посуду. Она вот так. Она вот так. Она пританцовывает. Она собирает игрушки детские. Она говорит, я не собираю сразу в корзину. Я ставлю корзину в одну сторону комнаты и хожу по одной игрушке отношу. Хожу и отношу по одной игрушке. И вот так человек добавил физическую активность. И у нее всегда по шагомеру 10-12 шагов, тысяч шагов в день получается. Мои хорошие, если вы хотите, не ищите себе оправданий. Мозг вам подкинет 100 миллионов идей, почему мы начнем худеть не сегодня. Не ведитесь на это. У вас есть цель, и вы должны к ней идти. И вы обязательно придете, когда вы начнете что-то делать. Потому что просто мечтать, так это и останется мечтой. Между хотеть и делать огромнейшая пропасть под названием завтра. У вас появилось желание, вы сформировали свою цель. Вы хотите уже начать делать, и вы себе говорите завтра. А завтра вы говорите завтра. И так далее. Не ждите завтра. Начните сегодня, прямо сейчас. Сейчас мы приготовим классный, вкусный, полезный и низкокалорийный завтрак. Буквально еще пару вопросов отвечу. Кстати, если вы, если я ошиблась, и вы в очень большом весе, и у вас вообще ограниченное движение, либо же вы лежачий человек, вам ничто не мешает начать добавлять активность, даже в лежачем или сидячем положении. Налейте бутылки с водой и просто делайте элементарные какие-то упражнения. Что угодно. Вот, пожалуйста. Вот вам. Вот. Работают руки. Тем не менее, укрепляются мышцы, и идет дополнительный расход энергии. Не ищите себе отговорок. Не жалейте себя. Это наша любимая прямо тема, пожалеть себя. Вот. Да, можно. Да, конечно, можно. Можно. Но это так тяжело. Или там. Готовить это сложно. Это же долго. И вот такие кучу, кучу отговорок мы себе придумываем. Покажите фотографию до и после. Сейчас дам задание мужу, чтобы он нашел фотографию мою в этом, в альбоме и показал вам. Ну, как же я вам покажу? Обязательно сейчас покажу. Вообще, кому интересно, после эфира, сходите в мой профиль. Там есть целый ролик, какой я была и какой я стала. Начинала я со 110 килограммов. Сегодня минус 42. Я на поддержании веса. Прекрасно себя чувствую. На данный момент не худею больше. Наоборот, добавляя больше силовой активности для того, чтобы привести свои мышцы еще в лучший тонус. Я не занималась почти целый год. Вот как заболела, прошлой осенью ковидом, переболела. Естественно, опять-таки же включается жалость к себе, плохое самочувствие. И кучу сейчас я придумаю и вам еще отговорок, почему я этого не делала. И только сейчас, буквально вот три недели назад, я подключила опять зарядку. Чувствую себя прекрасно. Обожаю это состояние тонуса мышц, когда есть легкое напряжение. Это классно. И мышцы в тонусе тратят гораздо больше энергии, больше калорий. А значит, мы худеем быстрее. Так. Как мне удалось похудеть? Все очень просто. Если в двух словах дефицит калорий. Звучат эти два золотых слова. Дефицит калорий. Дальше идут уже нюансы. Я не ограничиваю себя. Я ем на ночь. Я ем лежа в постели. Я ем мучное. Да мы готовим с вами каждый раз в эфире что-то мучное. Мы печем пироги, оладьи, вафли и так далее. Я ем много белка. То есть, какие-то вкусные блюда готовлю белковые. Я не снижаю свою бытовую активность. И куча еще нюансов есть по снижению веса. Подписывайтесь на меня. Смотрите мои эфиры. Подписывайтесь на мой YouTube канал, который называется Прощай.xl. Удей с Натальей Самсонкиной. Ссылка на мой канал есть в описании профиля в TikTok. Кстати, мои хорошие. А нас уже 50 тысяч. 50 тысяч. Вчера у меня уже была эта цифра. Наша комьюнити, то есть наша группа уже 50 тысяч человек. Тех, кто хочет стать стройными, питаться вкусно, без ограничений. Забыть эти навязанные мифы из интернета, которые просто вот перестрелятся, нам запускают в голову. И мы в это верим. А я тоже раньше верила. Я тоже верила. Ну, проверяйте информацию. Я вас прошу и умоляю. Проверяйте информацию. Свои источники информации. Нам столько чуши вливают с интернета в голову. Это капец просто. Пока вы сами не изучите эту тему или не найдете человека, которому можно доверять, действительно, да, результата не будет. Вы будете мыкаться вот с одной системы снижения веса на другую, с одной на другую. И вот так я похудела. Я похудела без всяких ограничений. И вас научу тоже. Не переживайте. У меня худеют все. Вот вообще все. Ни одного человека. Я уже занимаюсь процессом снижения веса. Конкретно после того, когда сама похудела. Когда получила образование в этой области. А я училась в Московской академии специалистов индустрии здоровья. Я нутрициолог по образованию. Когда я уже и сама похудела, и получила образование. И занялась тем, что стала помогать другим людям. Уже я занимаюсь три года этим. У меня сотни людей похудели. Худеют все в любом возрасте. И молодые, и женщины среднего возраста, и женщины за 60. То есть уже в зрелом возрасте вес уходит у всех. Да, скорость разная. Но нету таких, ни одного человека нету такого, у кого вообще вес не уходит. Есть люди с заболеваниями, с сахарным диабетом, со щитовидкой. Все худеют, поверьте. Все худеют. Найти нужно только правильный подход. Мне пока сложно 10 тысяч ходить. Пока цель 5 тысяч. Здорово. Начните с малого. Это классно. Это правильная цель. Если вы не двигались совсем, просто с места в карьер прыгать не нужно. Начните ходить 5 тысяч шагов. Вы привыкнете, мышцы окрепнут, тело адаптируется. И потом вы будете добавлять постепенно нагрузку. Вы просто умница. Или умница, я не знаю. Так, я просто не вижу имени здесь. В ТикТоке же все анонимно, как и в соцсетях. Мало кто свое имя озвучивает. Так, я из Саратовской области. Я тоже пишет из Саратовской области. А я из Минской области. Непосредственно из города Минска. Но моя бабушка по папиной линии, мама ее. Она была из Саратовской области тоже. Так. Я в деревне живу. Тут нет ничего рядом. А вам ничего не надо. Вам не надо ничего. Не ищите себе отговорки. Вы встали и пошли по деревне. Прогулялись в лес. То есть, что вам надо? Это вы имеете в виду бассейна нету и так далее. А он вам и не надо. Он вам и не надо. Займитесь просто тем, что вам доступно сейчас. Вы можете взять во дворе любую железяку, любую бревно, что угодно. И просто немножечко мышцы свои размять. Доброе утро. Здравствуйте. Что вы ели? Это вы спрашиваете, что я ела во время снижения веса. Я не могу рассказать прямо сейчас. Прямо вот в эфире. Я каждый день посвящаю этому свои эфиры. Мой весь канал этому посвящен. Что я ела? Все рецепты, которые я выставляю у себя на канале, я их все готовлю каждый день. Я ем все. Вообще все. Я и шоколадки, и тортики могу есть, и орехи, и чипсы могу поесть, если я хочу гамбургер съесть. У меня нет ограничений. Да поверьте вам, можно худеть без этих ограничений. Так, сколько мне лет? Мне сорок лет, и через пару месяцев будет сорок один уже. Так, доброе утро. Рада всех видеть. Вам, наверное, под пятьдесят вот говорят. Спасибо за комплимент. Но нет, мне не под пятьдесят. Так, а, это тот же человек, который просил, чтобы я показала пресс. Ну, моим хейтерам тоже привет. Так, доброе утро. Откуда я? Я из Минска. Как дела? Все замечательно. А, проснулась было не очень настроение, но я себя раскачала. Все в наших руках. Не ждите, что кто-то вам поднимет настроение, что кто-то сделает что-то за вас в этой жизни. Берите все в свои руки, будьте автором своей жизни. Все, что мы делаем, мы за это и отвечаем. Не ждите, что кто-то будет делать что-то за вас. В том числе, никто за вас, вас не похудеет. Ни один первоклассный специалист за вас, вас не похудеет. Любой специалист, он даст вам полезную информацию. Он передаст свой опыт. Он научит вас, как это делать. Но за вас делать не будет. Если вы будете все знать, но ничего не делать, вы так и останетесь в том же месте, в котором вы сейчас находитесь. И точно так же с настроением. Если вы проснулись и плохое настроение, никто вам прям его не раскачает. Вот серьезно. Если вы сами настроитесь на позитив, сами себя раскачайте и пойдете наоборот этот позитив дарить своим родным и близким, детям, мужу и так далее, кто с вами рядом. То и день так сложится. Берите все в свои руки в этой жизни. Так. Хожу. У меня собака та, что на аватарке. Наталья. Овчарка. Прекрасно. Здорово. У меня тоже собака. Собака – это мотиватор двигаться. Вот хочешь, не хочешь, она тебя заставит пойти на прогулку по-любому. Наталья, а я занимаюсь с утра бодифлексом с сентября бассейн. Вы молодец, Анна. Вы молодец. Моя вам реакция и обнимашка. Кто еще не знает, кому нравится то, что я говорю, мой эфир и вообще я и моя подача, стучите просто по экранчику несколько раз. Я понимать буду, что мы с вами в диалоге. Не просто я рассказываю, стою здесь лекцию какую-то, да, а я вижу от вас реакцию какую-то. Типа вы киваете, вы согласны или вы не согласны. Просто присылайте реакцию. И я вижу, что мы с вами разговариваем, мы беседуем. Так, вижу вашу реакцию. Ну, это здорово. Класс, спасибо большое. Скажите, а мед можно есть, хоть иногда добавлять в творог? Да, мед можно есть, как и любые другие продукты. Это основа моих программ по снижению веса. Не мед, а то, что нет запретов. Если мы запрещаем себе какой-то любимый продукт, именно на него у нас и будет срыв в самое ближайшее время. Потому что мы не можем себе отказывать всю жизнь в любимых продуктах. И нашему организму этого хочется. Добавляйте мед, имейте только в виду, что мед калорийный. Такой же его калорийность, как и у сахара, 400 килокалорий. И это чистая фруктоза. Фруктоза у нас усваивается только клетками печени. Если у нас глюкоза усваивается всеми клетками нашего организма, любая клеточка нашего организма способна задействовать глюкозу, усваивать. То фруктозу усваивает только клетки печени и больше ничего. Поэтому с фруктозой не перебарщивайте. Эта нагрузка тоже будет на печень. Но, конечно, можно мед добавлять. Вписывайте его в свою калорийность, и будет вам счастье и стройная фигура. Так, вы красивая и позитивная, пишет Анна. Спасибо вам большое, это очень приятно. Как удержать вес? Это отдельная тема. Фиксация веса, она очень важна. Учу этому в своих программах по снижению веса. Потому что, действительно, снизить вес – это одно. И, как многие говорят, это намного проще, чем потом этот вес удержать. Много приходит ко мне, обращаются женщин, которые уже когда-то снижали вес. Практически все. Все снижали вес когда-то раньше. Кто-то в молодости, кто-то два года назад, кто-то раньше. И вес вернулся. Нужно разбираться, что произошло. Найти причины опять снизить вес и грамотно его зафиксировать. Если вы грамотно зафиксируете вес, он никогда, никуда больше не вернется. Я свой вес удерживаю уже четвертый год. Практически четыре года. Я в одном и том же весе. Поэтому, кому нужна моя профессиональная помощь, можете тоже написать мне здесь в личное сообщение. Либо же ВКонтакте на моей страничке в личное сообщение. Зовут меня Наталья Самсонкина. Расскажу, как мы можем взаимодействовать. Я и консультации тоже индивидуальные провожу. Так. Вы молодец. Спасибо большое. Наташенька, вы хотите сказать, что изначально ходили без ограничения в продуктах? В принципе, да. У меня сохранились все мои записи. Я раньше не вела программу колоризатора. У меня ее не было на телефоне. Я все от руки писала. И если там посмотреть, там никаких ограничений нет. Единственное, какое-то время первое я попробовала ограничить себя в сладком. То есть, конкретно добавленный белый сахар я постаралась исключить. Очень быстро поняла, что эта тема не прокатывает. Но тогда у меня еще и не было образования нутрициолога. Это было первое, вот самое начало. Это было мыканье. Вот такое вот. Сработает, не сработает. Я сладкоежка. Я вообще сладкоежка. Я ем и норму белка. Все. И углеводы сложные. Все у меня сбалансировано в рационе. Но сладкое я люблю. Не могу без сладкого психологически. И сразу я попыталась ограничить сладости. Очень быстро поняла, что это путь в никуда. Это какая-то фигня. И стала себе практически каждый день вписывать в свой рацион сладости. Разные те, что я люблю. Горький шоколад, зефир, мармелад. Всякие низкокалорийные десерты, которые я тоже вам отдаю рецепты на своем канале. И дело пошло на лад. Больше никаких ограничений у меня вообще не было никогда в пище. Действительно, я ни в чем себя не ограничиваю. Все можно есть. 25, не больше. Это вы мне комплимент делаете. Простите, но спасибо большое. Я, в принципе, не гонюсь за такой молодостью, чтобы выглядеть моложе своих лет. Ну и старше своих лет я тоже не хочу выглядеть. Понимаете? Я хочу выглядеть на свой возраст. Просто хорошо выглядеть в 40 лет. Вот и все. И все нормально. То есть мне не надо там быть супермолодой или возрастной. Просто выглядеть, как я выгляжу. И я довольна, как я выгляжу. Даже вот колкости какие-то. Как человек мне написал, там, вам 50 лет, наверное. У меня вот вообще от меня отскакивает. Вот она так прилетела и отскочила сразу. Я их не принимаю на свой адрес. И вы научитесь парировать вот эти замечания. Если вам говорят, ты толстая, ты жирная, тебе надо худеть. А вы не обращайте внимания. У вас в голове своя программа. Человек, который говорит гадости, у него что-то не в порядке в жизни. Вот поверьте, мы транслируем в мир то, что у нас внутри. Если у человека все хорошо в семье, хорошо на работе. Если у него с головой все в порядке, у него нет задачи пойти в интернете кого-то обливать грязью. Или в лицо говорить. Да, какие-то колкости и гадости. Позитивные люди, у которых все нормально в жизни, они транслируют этот позитив другим людям. А те, кто пишут гадости и говорят, у них что-то, у них проблемы. Я таких людей жалею. Серьезно, вот честно вам говорю, я понимаю, я отношусь к ним как к больным людям. Больным в том плане, не то, что на голову больным, а к больным людям, которых нужно пожалеть, у которых что-то не то в жизни. У них нет поддержки, их, возможно, самих хейтят, да, самих унижают. И они пытаются вот такую защитную реакцию выдать. Поэтому я не принимаю никогда на свой счет какие-то вот такие гадости. И вы тоже не принимайте. Просто не обращайте внимания. Вот занимайтесь своей работой, своей целью и своей жизнью. И все будет в порядке. Вы молодо выглядите. Спасибо большое. Наташенька, как можно получить вашу программу? Хороший вопрос. Напишите мне после эфира в личное сообщение в ТикТок. Либо же зайдите на мою страничку ВКонтакте Натальи Самсонкина. Там та же аватарка, что у меня в ТикТок. И напишите мне в личное сообщение, что вы из ТикТока и хотели бы узнать побольше о моих программах по снижению веса. Либо же вы хотите приобрести готовое меню, сбалансированное. Все. И я вам все подробно расскажу. Так. Я тоже из Минска. Господи, как приятно встретить земляка. Класс. Анна, вы супер. Мне очень приятно. Редко ко мне вообще заходят гости из Минска. Это очень приятно. Так. Что дальше? Все. Вопросы на данный момент закончились. Ребятушки, не забываем. Присылай мне реакции. Сейчас быстренько отвлекусь на одну секунду. Я обещала показать фотографии до и после. Попрошу мужа, чтобы он нашел мне фотографии до и после в альбоме. Чтобы прям вам в эфире показать. И расскажу, что мы будем сейчас с вами готовить. Да. Муж уже в курсе. Он услышал. Он поищет сейчас фотографии до и после. Значит, мы приступаем к готовке. Кстати, хочу еще вам рассказать. Смотрите. Вчера купила рыбу. Купила рыбу огромнейшую. Сейчас я вам переключу камеру, чтобы вы увидели, что это за рыбина. Такая. Я, кстати, ее не пробовала. Может, вы мне дадите советы по приготовлению. Вот она у меня в раковине. Разморозилась. Вы посмотрите. Это... Ой, боже мой. Я поднять ее не могу одна. Это такая рыбина гигантская. Квоста огроменная. Огроменная вот лежит. Она уже растаяла. Тут 2 килограмма, а может и больше. Рыба называется сайда. Вот может быть смешно звучит, но я сайду никогда не готовила и не пробовала. В принципе, какая она на вкус. Спросила... Сейчас руку сполосну. Спросила у продавца в магазине, что это за рыба. Она сказала, что белая рыба, как треска, в принципе, с одной костью большой. И я решила, что надо попробовать. Сейчас вот кто из Минска или из Беларуси, в Виталюр, наша рыбная сеть магазинов, там акция. Хорошая сайда по 7 с копейками наших белорусских. Если вы знаете, как приготовить сайду, напишите. Я буду счастлива, что это за рыба. Поделитесь своим опытом. Потому что мне нравится, когда у нас диалог. Не только я с вами делюсь, но и вы меня тоже учите. Понимаете, жизнь такая, что не стыдно учиться все время чему-то новому. Не стыдно узнавать что-то новое. Это классно. Наоборот, это мы взаимодействуем и учимся всю свою жизнь. Всю свою жизнь друг друга учимся. Это классно. Почему бы нет? Я всегда... Я такой человек, я вообще не стесняюсь в этом плане. Я могу подойти к любому человеку, даже на улице. И что угодно у него спросить. Я всегда такой была. Не то, что я там блогер какой-то или что. Я всегда была активным, общительным человеком. Со школы, сколько себя помню, у меня такая активная жизненная позиция. Позитивная. И я вас спрашиваю, мои хорошие, дайте мне совет. Что это за рыба сайда? Вкусная или нет? Но давайте только честно отпишите. Вот, кстати, недавно я готовила зубатку. До этого тоже ее никогда не пробовала. И многие написали, что зубатка вообще капец капризная рыба. Ее вообще лучше не жарьте, потому что она разлезется вся в вату на сковороде. И я прислушалась. Я не жарила зубатку. Я ее просто запекла в фольге. Вот как обычную рыбку. Положила, разморозила стейки. Кто не знает, у зубатки вот такие вот стейки. Как мое лицо, а то и больше. В фольгу, лимончик, соль, специи. И в духовку на 25 минут. Прекрасная рыба. Ничего не разлазится. Кстати, я готовила ее в прямом эфире. Кому интересно, может сходить на мой YouTube канал. Там я сохраняю записи своих эфиров. Всех. Всех эфиров. Записи хранятся на YouTube канале. Прощай, Excel. Здесь Наталья Самсонгина. Сходите туда и посмотрите, как я готовила зубатку. И какая она классная получилась. Я прямо... Она мне очень понравилась. И покупала уже после этого еще несколько раз. Так. Сайда немного суховатая рыба. Как вариант, рыбные котлеты или хороший соус. Спасибо большое, Анна, вам за совет. Я его учту. И сразу у меня в голове мысль. Если рыба суховатая, котлеты, рыбные, это для меня лично много возник. Да, они вкусные, но я люблю готовить вкусно. И быстро. 15-20 минут и все. А котлеты, это надо отделить филе. Это надо накрутить, это филе. Что-то там добавить. Потом пожарить. А пожарить, это тоже впитает в себя масло какое-то, да? Нет, это не мой вариант. Хотя я бы с удовольствием съела готовую рыбную котлетку, если бы кто-то ее приготовил. Сразу, когда вы написали, рыба сайда суховатая, я сразу у меня мысль такая. Ага. Я ее, значит, буду запекать с овощами. Или, как вы говорите, с соусом. Наверное, на овощной подушечке, там помидорка, лучок, сверху еще, возможно, йогурт греческий, фольгу ее. Это будет, я уже предвкушаю. Сухости не будет никакой. Я такую самую сухую рыбу, я не знаю, всякую сухую рыбу уже запекала, готовила. Просто нужно правильно готовить, и тогда никакой сухости не будет. Как кто-то мне говорит, что, а, клиентка у меня одна недавно говорит, я не могу есть больше куриные грудки. Говорит, вот, Наталья, вы мне составьте рацион, чтобы там вообще ни грамма куриной грудки не было. Ни капелюшечки я на них смотреть не могу. Я уже камаз этих грудок съела куриных за свою жизнь. Сколько можно? Да, я ей составила, конечно, меню с учетом ее индивидуальных пожеланий. Но я вам скажу, кто не любит куриную грудку, и она получается сухая, просто нужно освоить новые рецепты. Сочные. Столько рецептов, когда куриная грудка получается вкусной, сочной. Поверьте, просто нужно научиться по-другому немножечко готовить эти продукты. Так, есть ли я в Инстаграме? Да, в Инстаграме я есть, но я там не веду свой аккаунт уже очень давно. То есть, там есть старые какие-то публикации 100-летней давности. Вот, как он называется? NotExcel. NotExcel, это как и здесь, вот написано, Nata NotExcel. Там, возможно, тоже называется, я даже не помню. Nata NotExcel или просто NotExcel. Это мой логотип, мой бренд, скажем, Прощай, Excel. NotExcel, это также переводится как Прощай, Excel. Под этой маркой я его придумала сама с мужем вместе еще тогда, 4 года назад, когда я только начинала, потому что это прям девиз Прощай, Excel, действительно, когда мы прощаемся с большим размером и уходим в ряды стройных, счастливых и красивых. Так, в омлет хорошо, рыбу в омлет. Вау, это что-то новое. Я прям, ну, не знаю, впервые слышу такой рецепт. Спасибо за совет, надо как-нибудь попробовать. Вот, кстати, с красной рыбкой я пробовала омлет, а вот с белой рыбой не пробовала никогда. Нужно попробовать. Здравствуйте, я вижу знакомый-знакомый аватар, человек, мой подписчик, я не знаю, как вас зовут, к сожалению, который уехал в отпуск в деревню и планировал там похудеть на 10 килограмм за 2 недели. Напишите, как вам это удалось. Я вас помню прекрасно. Ваш ник я помню. Напишите. Уже, наверное, 2 недели прошло, отпуск ваш закончился. Какие у вас результаты? Мне прям очень интересно. Ребят, ну, а так, что мне фотографии несут? А, пока только вот так. Ну, давай. Давай. Смотрите, я думаю, что не будет фонить. Здесь, это в этом, как он называется, на планшете. Вот просто свет отсвечивает лампу. Вот так немножко поверну. Вот это я до, это я сейчас такая. Так, в какую сторону мы листаем? Вот, смотрите. Это я до, это я в процессе. Вот здесь я не помню, сколько я килограммов весила, но вот здесь это в процессе, наверное, уже килограммов 80 здесь я весила. То есть, первые 25 точно я сбросила. Это в процессе было, да? Смотрите, вот это я до веса около 110 здесь, может быть, уже даже тоже немножко меньше. Это тоже в процессе. Здесь вот я весила, наверное, килограммов, ну, тоже, может, 75 каких. Вот здесь вот. Может, чуть больше, мне кажется, не знаю. Вот. Так, вот фотографии. Вот это я в своем самом большом весе, 110 килограммов. Видите, красотка какая. Вот. А это вот я тоже в процессе. Где-то здесь вес тоже около 75. То есть, на мне вес очень заметно как уходит. Заметно уходит. Все там, по-моему, больше нет. А вот, кто просил посмотреть на меня до и после. Вот я до, вот я после. Вот я до, красавица такая. Вот я после. Да. Вот я до стою. Такой пухлячок. Да. Вот я после. Ну, вернее, это не совсем после, это в процессе. И вот еще фотография. Вот я до. Кстати, вот здесь уже не 110. Здесь, наверное, килограмм 90 я уже весила. Вот я после. Это вот буквально не так давно фотография была сделана. Я сейчас спокойно ношу размер одежды 42-44. А носила я 56 размер одежды. Сейчас у нас с моей 15-летней дочкой один размер одежды. Я могу ее вещи одевать, если мне куда-то надо попросить что-то. И она может у меня. Ну, у нас стиль немного разный. Поэтому редко такое бывает. Но, в принципе, да, там шорты какие-то нацепить друг друга или еще что-то. Все возможно и все реально. Еще, когда я веду эфиры, немножечко камера все-таки она укрупняет. На самом деле, вполне себе я довольна собой, своим внешним видом. Так. Так, так. Супер реальная мотивация. Почему набрали? Почему я набрала когда-то вес? Да просто от расхлябанности. Вот честное слово. Просто не следила за собой. Почему люди набирают вес? Потому что жрут много. Вот вам самый простой и честный ответ. Я не знаю, как у других. Некоторые, может, там, с заболеваниями какими-то связаны. Я просто много ела. Я тоже сейчас много ем. Я, блин, ем столько, сколько мой муж ест. Я не поправляюсь, потому что я ем просто по-другому, а не так, как я ела раньше. Можно есть много и наедаться. Можно есть объемно и наедаться на низкую калорийность. Просто нужно знать правила питания. Поэтому, как я набрала? Я скажу, что, смотрите, за всю беременность, вот обычно женщины говорят, после родов располнили. Я набрала 13 килограммов. После родов я весила минус 17. То есть все ушло сразу, моментально. Еще где-то в течение месяцев 8 я держала вес, то есть он не прибавлялся. А потом в декрете все постепенно поползло вверх. Ну, как это было? Плюс килограмм какой-то на весах. Ой, господи, я тебя умоляю, Наташа, плюс килограмм вообще ни о чем. Да я его сброшу, когда захочу. Плюс 3 килограмма. Да 3 килограмма, оно даже незаметно по мне. Это ерунда. Я вот сброшу, когда захочу. Плюс 5. Ну, что такое плюс 5? Подумаешь, было 60, стало 65. Это нормальный вес, я еще красотка. Сброшу потом. И вот так, как снежный ком. Постепенно, постепенно. И потом хобана, смотришь на весы, а тут же 110 килограммов, да? Вот так это получилось. Вот так пришел мой лишний вес. Просто я давала себе какие-то отговорки, отговорки. Это несложно. Даже, вот я вам серьезно говорю, когда уже у меня было плюс 15 килограммов, плюс 20, я не сравнивала себя со стройными людьми. Я сравнивала себя с теми, кто еще толще, чем я. И я думала, ну, ежи люди потолще. Значит, я на их фоне выгляжу хорошо. Это неправильно. Вы лучше тянитесь, лучше каждому тянуться к своей мечте и брать пример с тех, кто наоборот это сделал. И я, когда я хорошо начала худеть, что в голове щелкнуло? Другие смогли, почему не могу я? Вот это прям классная мысль, которая простая, но она прям реально помогает. Да, когда я начала смотреть всякие там истории похудения, а я еще полная была, я еще не начинала худеть. Я просто искала свою мотивацию, чтобы себя как-то сподвигнуть, да, заинтересовалась, а как, а что. Люди худеют вот на 20 килограммов, на 30, на 40. Это было вообще что-то вообще нереальное, да. Но я себе сказала, блин, Наташа, ты молодая. Я начала худеть в 37 лет. В 36, наверное. Да, в 36. Ты молодая. Люди худеют и постарше в возрасте, и сбрасывают прекрасно вес. Если у них получилось, почему у тебя не получится? Мы все люди, мы все один биологический вид. Сотни тысяч людей столкнулись с проблемой лишнего веса на планете Земля и решили ее. Почему ты другая? В какой-то момент мой муж даже сказал, смирись, твоя судьба быть толстой. Серьезно, вот была такая фраза, которую я запомнила. Смирись, тебе, наверное, судьба быть толстой, не судьба тебя похудеть. Как это не судьба? Еще как судьба? Еще как судьба? Я взяла себя в руки, занялась собой и сбросила эти 42 килограмма. Блин, это прямо, оглядываясь назад, это есть чем гордиться. Реально, девочки, и гордитесь собой за каждый сброшенный килограмм. Не ищите себе отговорки, что я сброшу потом. Наоборот, наоборот, мотивируйте себя идти дальше. Так, наш гость из деревни, который в отпуск ездил, рост 170. Вес был 118, сейчас 98. Минус 10 килограммов. Ой, каких? Минус 20 килограммов. Походу, скинуть еще 20 надо. Буду стараться. Ну, у вас вообще колоссальный прям результат. Ну, это же вы не за отпуск, правильно? 118, 98, минус 20 килограммов за отпуск. Это прям опасно для здоровья. Вы так не шутите. Такая скорость, она тоже к хорошему не приведет. Все должно быть постепенно, да. Резкое снижение веса приведет к опущению внутренних органов. Будьте с этим очень осторожны. Я вам серьезно говорю, потому что еще когда-то в молодости я работала в связи, и со мной работала женщина, моя коллега. И, кстати, ей на тот момент было 43 года. А мне, ну, может, 23 каких. У нас разница была такая. 43 практически, как я сейчас в моем возрасте. И она такая была килограмм 85. Ну, не полная прям совсем, что полная. Нормально она смотрелась. Такая фигуристая женщина, да. И у нее случилось несчастье. У нее скоропостижно скончался муж. Это была, конечно, трагедия в таком возрасте. И она на этой нервной почве, на этом стрессе перестала есть. Перестала есть. И резко за 12 дней, что ли. Не-не, это она на 12 килограмм. Наверное, за недели-две она похудела на 12 килограмм. Это прям резкое похудение. И у нее серьезные проблемы начались со здоровьем. У нее опущение органов началось. У нее почки просто, как она потом сказала, к врачу обратилась. У нее просто почки уже упали в таз. Потому что наши органы, они тоже держатся на вот этой жировой прослойке. На висцеральном жире, который у нас есть внутри. Поэтому похудение должно быть грамотным. Не гонитесь за прям большой скоростью. Вот когда я лично начинала худеть, да, я вообще не планировала, что я буду худеть быстро. А я себе ставила реальную цель. Я сама себе вела такой внутренний диалог и сказала, Наташа, да, похудеть это классно. Давай договоримся так, что мы худеем на 3 килограмма в месяц. Вот на 3 килограмма это даже вот, ну и незаметно как бы, да, и сильно напрягаться не надо. 3 килограмма в месяц, ну да, результат так себе скажем. Все же хотят побыстрее, побыстрее сбросить килограммы. А я реально отдавала себе отчет. Давай сбрасывать по 3 килограмма в месяц. Но через 10 месяцев это же минус 30 килограммов. А это уже результат, извините меня. Это уже класснющий результат. И в принципе, вот такая реальная цель, она понятна нашему мозгу. Она понятна нашей нервной системе, нашей психике, да, что мы ставим реальную цель. Если вы себе скажете, давай-ка вот за месяц минус 20 килограммов, вряд ли получится. Мало у кого получится, потому что это какая-то нереальная цель, которой вы и не понимаете, как добиться, и не понимаете, что с этим делать. Вы не представляете, как вы будете выглядеть. Это очень короткий промежуток времени. Ставьте реальные цели. Это тоже залог вашего грамотного снижения веса. Про уколы никакие я не знаю. Я не знаю. Я специалист по питанию и знаю про питание. А вот про уколы это не ко мне. Вот пишут, все правильно. Что про какой-то укол спрашивали, который делаешь и потом худеешь. Худеешь каким методом? Вот девушка пишет, она делала. Тошнота, рвота, понос. Вот такое похудение прекрасное. Тошнота, рвота, понос. Если вы хотите, не делайте никакой укол. Идите, поешьте зеленых слив, немытых. И сэкономите деньги. Все то же самое вам гарантировано. Тошнота, рвота, понос. Если вам такое похудение нравится. Вот, перестало колоть и вес сразу вернулся. Это обратная сторона любой диеты. Вы похудеете и будете удерживать вес, если это станет вашей привычкой. Если вы измените свои пищевые привычки навсегда, которые налегке впишутся в вашу жизнь. А не то, что вот сейчас мы сидим на диете, сбрасываем 10 килограммов, все, становимся красивыми и стройными. А потом, будь что будет, потом опять возвращаемся к своему привычному образу жизни. И килограммы вернутся. Естественно, нужно поменять образ жизни и начать с головы. Все похудение начинается у нас в голове. Так, дальше. Вот девушка пишет, что, которая колола эти уколы, не советовала бы никому. Вот такой горький опыт. Зачем искать такой горький опыт, когда есть нормальные методы снижения веса? На вкусной еде, на разнообразной еде, на полезной еде. Так, после 50 труднее худеть. Да, я согласна, худеть реально труднее. Но о том, что замедляется наш метаболизм, это не совсем так. Так, природой заложено снижение метаболизма на 5% от общего метаболизма каждые 10 лет после 40 лет. То есть, в цифрах, чтобы было понятно, если в 40 ваша норма калорийности на поддержание веса 1500 калорий, то в 50 лет 1430-70 килокалорий за 10 лет. Это не та разница. Это есть снижение метаболизма, но оно не связано с возрастом. Оно связано с хроническими заболеваниями, потому что к возрасту 50 лет и старше у нас уже есть некий анамнез за плечами. Наш опыт, у нас есть хронические заболевания. Да, люди несовершенны, мы все болеем, что-то происходит. И вот эти заболевания, они замедляют обмен веществ. Но обмен веществ можно разогнать. Конкретно продуктов, вот конкретно, как говорят, съешь это, сделай это, не существует. Это тоже миф, чтобы обмен веществ разогнать. Есть другие методы. Наш внутренний обмен веществ, вообще его, вот он в принципе, какой дан нам в юности, такой он в принципе в любом возрасте и после 50 в том числе и сохраняется. На него повлиять очень сложно. Но есть методы, как повлиять на эффективный расход энергии. Либо же продуктами, либо же активностью на расход энергии. И это как бы принято считать ускорением метаболизма. На самом деле, внутренний метаболизм не меняется. Мы меняем просто, ну как сказать вам, есть группа продуктов, когда вы их едите, вы худеете быстрее. И мы это воспринимаем как ускорение метаболизма. Но на самом деле нет. Просто ошибка в том, что многие люди считают обмен веществ, это непосредственно скорость снижения веса. А это не так. Обмен веществ или другими словами, наш метаболизм внутренний, это вообще внутренняя наша скорость реакции вообще на любые события, которые происходят с нашим телом, с нашим организмом. То есть это все обмен веществ. Расход энергии и потребление энергии, это и есть наш обмен веществ. Но худеющие люди чаще всего связывают скорость обмена веществ со скоростью снижения веса. Это очень узко и ограничено не совсем правильное понятие. Так, только 4 килограмма скинул за отпуск. Через день работал, аж кости хрустели. Мама подкармливала по ходу из-за этого. Но когда вы физически работаете, то и конечно нужно и нормально питаться, чтобы были силы на восстановление. Истощать организм тоже не нужно. Но даже 4 килограмма за 10 дней это прекраснейший результат. Я вас поздравляю. Вы молодец. Вы на стройном пути к своей здоровой жизни в будущем. Так держать и дальше. Вот, и кто комментарии не пропускает, ничего себе. А кстати, да, ребят, я заметила, вот одна из моих подписчиц, она мне написала личное сообщение, вопрос задавала. Вчера я на него ответила про протеин, про протеины. И говорит, я в эфире вам 4 раза тоже писала этот вопрос за эфир, говорит, а вы на него не ответили. Я говорю, я вообще его не видела. Я отматываю и отвечаю на все вопросы, которые я вижу. Оказывается, есть, значит, такая какая-то функция, в которой не все комментарии пропускают. Если я по какой-то причине не ответила во время эфира на ваш вопрос, на ваш комментарий, напишите мне его в личное сообщение, либо же напишите его комментарием под любым моим постом. Желательно, под последними постами я обязательно посмотрю, почитаю и на следующем эфире обязательно вам отвечу. Значит, вот это все-таки действительно есть такое, что не все комментарии доходят. Здравствуйте, что готовим? Вы, моя хорошая, Кристина пишет. Наконец-то напомнили, что пора бы уже что-то и приготовить. А то говорим и говорим сегодня. Можно правильно просто питаться и все. Да, действительно, это и есть самый классный способ правильно питаться, снижать вес, потом удерживать и жить в здоровом теле. Если совмещать ПП и физические нагрузки, это отлично. Скинула 22 за год и обратно вернулась после родов. У вас есть опыт и вы сбросите снова. Я вам гарантирую. Не запускайте просто себя, вы набрали за беременность, у вас есть опыт, вы знаете, как это делать, вы учтете свои ошибки и сделаете все гораздо круче. И даже быстрее, чем за год вы можете сбросить эти килограммы. Главное, не раскачивайтесь, не жалейте себя, а начинайте прямо сейчас. Добрый день! Глаза у вас интересные. Глаза у меня черные. Всю жизнь, с детства, да, всегда мне говорят, что зрачков не видно, просто черные-черные-черные глаза у меня такие. Есть глаза карие, вот у меня у папы карие глаза, у меня мужа карие глаза, да, такие, знаете, чайного цвета. И хорошо виден зрачок, а у меня прям черные, у меня зрачка не видно. Надеюсь, это вас не оттолкнет. Я добрый человек и позитивный. Обязательно ли записывать и считать калории? Нет, не обязательно, но это гарантированный способ снизить вес и контролировать свое питание. Есть разные способы, но вот подсчет калорий, это прям стопроцентная гарантия. Вот стопроцентная гарантия, что вы вес снизите. Доброе утро, хозяюшка. Здравствуйте, я помню, вы всегда со мной так здороваетесь. И очень сытно получается. Я про грудку с овощами, но я ела без макарон. Исключать углеводы из своего питания тоже неправильно. Белок с овощами прекрасно работает, но это, как вот говорят, сушка, сушка организма. Нашему организму нужен и углевод. Углеводы нужны, потому что это энергия, это быстрая энергия. Углеводы это глюкоза, да, а глюкоза это действительно энергия для нашего организма. Все макронутриенты, белки, жиры и углеводы должны присутствовать в нашем рационе. И вообще Всемирная организация здравоохранения для условно здоровых людей рекомендует 50% от дневной калорийности рациона должны составлять именно углеводы. А уже остальные 50% делятся на жиры и белок. Поэтому углеводы не исключайте. И без углеводов вы будете ходить злой, раздраженный, постоянно вам будет чего-то хотеться, будет хотеться. И вероятность срыва гораздо выше. Вот если вы на снижении веса не снижайте уровень углеводов ниже, чем 100 граммов в день. 100 граммов это не углеводного продукта, а конкретно чистых уже углеводов. Ниже сотки не снижайте, будет хуже. Здравствуйте, вы такая умничка, спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы смотрите и я надеюсь, что получаете пользу от моих эфиров. Кому интересно и полезно, вы знаете уже, что делать. Давайте проверим, знаете, что делать или не знаете. Вот сейчас не буду ничего говорить. Я посмотрю, знаете, что делать или не знаете, что делать. Кто получает пользу от моих эфиров, кому нравится со мной общаться. Да, я вижу, я ловлю ваши все реакции. Конечно, присылайте свои реакции. Просто стучите пальчиком по экрану телефона. Мне это вообще супер приятно. С ноября со 118 до 98, чтобы кожа сильно не провисла. Правильно, очень хороший подход. Меня уже спрашивали, кстати, сегодня тоже в комментариях, как делать так, чтобы кожа успевала подтягиваться и регенерировать. Выберите среднюю скорость снижения веса. Не гонитесь прям за очень-очень быстрой скоростью. Дайте возможность организму адаптироваться. Кожа у нас такой орган, который может сокращаться. Плюс добавьте, конечно же, массаж какой-то, обертывание. Чем больше раздражения на кожу, тем лучше улучшается ее кровообращение, и она регенерирует лучше. Раздражители могут быть любые. Хоть крапивой бейте себя. Это тоже раздражитель кожи. Поэтому то, что рекламируют. Дорогие щетки для массажа, суперскрабы для массажа. Все фигня. Нет, они имеют свое место быть, но не стоят того, чтобы переплачивать деньги за это. У меня самая простая щетка для массажа. Недорогая, которая сейчас везде рекламируется в Инстаграм. Самая простая из фикс прайса. У меня самый простой скраб для тела. Тоже может быть из фикс прайса за 3 копейки. Там какой-то купленный, понимаете? А иногда я свой делаю. Просто смешайте соль или сахар, немножко оливкового масла и спит и кофе. Все. Вот вам вот такой классный скраб получается. То есть любое воздействие на кожу, массажи, разминания, массаж щеткой. Это все ведет к ускоренному регенерацию кожи, потому что мы улучшаем кровообращение. Точно так же можно способствовать именно снижению веса в проблемных зонах, потому что процесс липолиза запускается во всем организме одновременно. Но некоторые участки у нас худеют быстрее, а некоторые нет. Это называется жировые ловушки. И чтобы там ускорить процесс тоже снижения веса, нужно улучшить кровообращение в этих местах. Именно этими методами, про которые я только что говорила. Какой программой по подсчету калорий вы пользуетесь? Я использую Fat Secret программу. С ней разобраться было сейчас вроде бы просто, но не каждому на самом деле. Там очень много полезных функций, которые мы не знаем. Мы просто вводим там еду, которую едим и все. Но там программа гораздо умнее. Кому нужна инструкция? У меня есть инструкция, я ее разработала сама, сделала скриншоты. Прям подробнейшую инструкцию о всех функциях этой программы расписала. Кому нужна инструкция, напишите мне в личное сообщение, либо же ВКонтакте напишите. Или же можете зайти в мою группу ВКонтакте «Прощай.xl». Там настроена автоматическая продажа инструкции по Fat Secret. Стоит она всего лишь 190 рублей. Нажимаете «Оплатить» и сразу вам придет инструкция уже на ваше устройство. Так. Здравствуйте. Приятно вас слушать, пишет Елена. Мне тоже приятно. Да-да, еще раз. Так. Подписались на ведущего. Привет, симпатяшка, пишет кто-то. Здравствуйте. И вам тоже. Я женщина, я очень люблю комплименты. Ребят, ну, что бы ни говорили, да, в каком бы весе мы ни находились, в каком состоянии. Мы всегда любим комплименты. Нам это очень приятно. Делайте приятно своим родным, близким. Просто дарите хорошее настроение. Делайте комплименты. Научилась считать калории без калоража и минус 37 килограмм. Да, это очень хороший навык. Вы просто молочинка. Худею со 120 килограммов. Отлично. Вы на верном пути. Не забрасывайте это дело. Снижайте вес. 120 килограммов – это много для любого человека. И для мужчины, и для женщины. Это очень колоссальная нагрузка. А я жила практически с такой нагрузкой, 110 килограммов. Когда я сбросила, вот дайте мне сейчас мешок 40 килограммов поднять, я его не смогу сдвинуть с места. А я этот вес носила на себе полжизни. Это такое чувство легкости. Это невероятно. Так, что будем готовить? Сейчас будем готовить. Так, худел со 120, сейчас 83. Вы молодец. Мой рецепт. Ну что, ребята, я завязываю волосы, как всегда, да? Потому что, когда я готовлю, конечно же, волосы собираю, чтобы ничего лишнего, пищи не было, кроме пищи. Вот. Так, что будем готовить? Я говорила, что сегодня мы готовим рецепт из моего меню. Из моего сбалансированного меню. Кому нужно меню готовое, просчитанное, сбалансированное. Кто не хочет заморачиваться с рецептами, пишите мне в личные сообщения. Пишите мне в ВКонтакте Наталья Самсонкина, моя страница. Либо же в моей группе ВКонтакте Прощай.xl. Там есть уже и описание меню, в принципе, настроенное. Поэтому обращайтесь. Меню у меня много. Они разные, на разную калорийность. Меню-конструктор есть. Все для того, чтобы вам худеть было легко, комфортно и вкусно. Сегодня я вот себе из меню переписала рецепт, который мы будем готовить. У меня, смотрите, пропадает. Сегодня суббота и хочется что-то такое легкое. У меня пропадают вот здесь вот яблоки. Вот. Вот такие красивые яблоки свои. Да, тут где-то червячок есть, еще что-то. Ну вот. И сегодня я решила выбрать такой рецепт из своего меню яблочные оладушки испечь. Пышные оладушки яблочные. Поэтому сейчас мы этим и займемся. На одну порцию будет выход 294 килокалории. Так. Кто приходит ко мне ежедневно на эфиры, я уже говорила. Я сделала пост на своем вот этом канале в ТикТок. Там пицца Маргарита на заставке. Мы готовили ее в прямом эфире. Если вы хотите заранее знать, что мы будем готовить и готовить вместе со мной, подготовить продукты, пишите, пожалуйста, в комментариях к тому посту, что вы хотите, чтобы мы приготовили. Хотя бы давайте ориентиры. Сладкое блюдо, сытное блюдо, какой-то десерт или это что-то там углеводное или пироги. Напишите. Я это все почитаю и оглашу вам в эфире, что мы будем готовить завтра. Сегодня мы готовим яблочное оладье. Я сейчас быстренько помою яблоки и почищу их. А вы можете, кстати, пока писать мне вопросы. Я буду потом все равно заходить, читать и отвечать на ваши вопросы. Яблоки я помыла в ускоренном режиме. Не из-за того, что они там... Они не грязные. Они не грязные. Но я вот думаю, почистить их сразу решила, что нужно почистить кожуру. А сейчас решила, что нет. Не буду чистить кожуру, потому что в кожуре содержится большое количество пектина. Пектин это растворимая клетчатка. А клетчатку мы и так не добираем ежедневно. Поэтому яблоки я чистить не буду. Только срежу. У них сейчас не нужны всякие части, которые мне не нужны. И будем с вами готовить. Готовить будем вкуснющие оладушки. Сейчас я быстренько вырезаю вот там, где червячок какой-то, семечки. А кожуру оставляю. Вот просто вот такими дольками для начала. А потом нужно будет яблоки натереть на терке. Я достану свою помощницу, свой комбайн, который мне прекрасно поможет очень быстро натереть яблоки. И вы это тоже можете посмотреть. Так, дальше, что вы пишете? Буду параллельно смотреть. Откуда ты? Я из Минска. Мой вес 67. Очень люблю ваши рецепты. Здорово. Это прекрасно. А это для вас нормальный вес или вы хотите его еще снизить? Интересный вопрос, да? Как вы считаете, нормальный вес? Кстати, вес нет нормы вот такой, что говорят, женщина должна там весить 60 килограммов. Нету такого. Почему? Потому что вес, медицинская норма, она тоже имеет свое, скажем так, основывается на антропометрических данных. Там учитывается еще и рост. Это индекс массы тела мы вычисляем. Там есть ссылка на возраст еще, да? Как может вес с возрастом быть связан? То есть, если для кого-то, допустим, 67 килограммов это классный вес, то для кого-то, у кого низенький совсем рост, 145 сантиметров, для того 67 килограммов это будет уже предожирение. Понимаете? То есть, нужно не гнаться за чужими идеалами, а всегда смотреть по своему организму, по своим данным. Сколько должен весить конкретно ты? Существуют медицинские нормы. Вот на них вы, пожалуйста, и ориентируйтесь. Ну, конечно, есть еще и моменты такие, как удовлетворение внутреннее, внешним видом. Кому-то классно и 80 килограммов жить, и чувствовать себя комфортно, и больше человеку и не надо. Бывает и такое. Не все должны быть супер там худыми и стройными. Но все-таки врачи рекомендуют, конечно, прийти к норме веса, скажем так, хотя бы к верхней границе нормы веса по соотношению с твоим возрастом и своим ростом. Яблоки начистила. Яблоки у меня, кстати, очень классные. Почему я так говорю? Я не успеваю их чистить, они тут же темнеют. Моментально темнеют. Может быть, это для оладушек будет и смотреться не супер красиво. То есть, такие темноватые оладушки будут. Но на самом деле, такие яблоки действительно полезны. Почему? Кто мне скажет? Вот хочу у вас спросить, знаете ли вы, почему неплохо, когда темнеют быстрые яблоки? Я здесь никуда не ухожу. Я просто... Так, что там? Сколько по калориям нужно есть на каждый прием пищи? Вы спрашиваете. Сейчас я возьму своего помощника, который мне поможет быстро перетереть яблоки. Быстро перетереть яблоки. Вот, смотрите. Я сейчас вот такую терочку раз сюда вставлю. Оп! И все готово. И все готово. Сколько калорий нужно есть в каждый прием пищи, чтобы наедаться? Наедаться можно на любую калорийность. Поверьте. Есть другие аспекты. Вы можете наедаться даже на 150 калорий. Берите свою калорийность за весь день и делите ее на то количество приемов пищи, которое вы обычно едите. Допустим, у вас калорийность 1600 ккал и 4 приема пищи в день. Все спокойненько, по 400 ккал, вы равномерно едите и у вас равномерное чувство насыщения. Поэтому каждый смотрит, как вам нравится питаться, сколько калорий съедать. Про медикаменты не ко мне. Я даже озвучивать не буду. Я как бы не особо хочу давать такие рекомендации, хотя я с ними и знакома. Рост 164, вес 67. Хочется немножко сбросить. Если хочется, можете сбросить. В принципе, да, вам еще сбросить можно. Буквально 5 кг, и это будет хорошая медицинская норма. Ну что, ребят, я начинаю сейчас очень быстренько тереть. Я вам включу, и вы посмотрите, как это будет происходить у меня. Там у меня рыба лежит, вы же помните, да? А эта тарелочка только что поставлена. Сейчас будет громко немножко, но зато очень быстро яблоки пойдут в ход. Поэтому заткните уши или сделайте потише. 3-4 мл в центр. вот и все тарелка яблок у меня в деле снова возвращаю камеру сюда я думаю что вам будет видно что я буду делать вот 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 сейчас начинается сезон яблок и как раз такие уже 1 есть первый урожай и нужно им пользоваться вообще по рецепту нужно на одну порцию 150 граммов яблок если на заявленную калорийность выйти то 150 граммов яблок я хочу приготовить побольше чтобы это было и мне и мужу и дочке такие вкусные оладушки у меня будет сейчас 300 граммов яблок прям как раз в два раза больше 290 и последние кусочки чуть-чуть больше на пару граммов вообще если у вас очень сочный сорт яблок дайте немножечко постоять и отожмите сок чтобы тесто взяло на себя меньше муки сколько яблок нужно на одну порцию 150 граммов сколько яблок нужно на одну порцию 150 граммов яблок это на одну порцию видите какие они стали моментально коричневая я вам только что про это говорила что моментально становится коричневый ребят вижу что у меня они стабильная сеть вы меня хорошо видите слышите пришлите реакцию либо же напишите все ли хорошо так так а у меня показывает что нет соединения не знаю видите вы меня или нет вот появилась опять соединение что-то соединение бараклина так видно меня слышно меня все нормально дайте пожалуйста свои реакции потому что не понимаю интернет куда-то ускакал и я перешла на другую сеть интернета и вроде бы вижу что он появился все нормально а вот несколько человек мне показалось что все вроде бы нормально а железо много это вы про яблочки мне пишите почему они так быстро темнеют и почему они полезны все верно много железа вы правильно горите она окисляется моментально сколько нужно яблок на крупной терке да все верно на крупной терке яблоки прямо с кожурой трем на крупной терке на одну порцию 150 граммов яблок если яблоки очень сочные дайте немножко постоять и отормите 100 чтобы в дальнейшем в рецепт пошло меньше муки так ой вижу ваши реакции вы мои хорошие это так приятно здорово спасибо вам большое за обратную связь это классно так слышим слышим плохо зависает так ваша обратная связь да это какие-то проблемы у меня были с интернетом я надеюсь что сейчас все будет хорошо так ребятушки а мы продолжаем тем временем давайте прям быстренько яблоко 150 граммов мы берем дальше одно яйцо я делаю сразу в двойном размере и беру три яйца надо бы по идее два взять но они прям малюпусики вот такие у меня яйца сегодня прям опять такие вот я покупаю такие от молоденьких курочек прям малюпусики поэтому я беру три малюсеньких яйца если у вас большие яйца значит вы берете два яйца а у меня это вот такие крохотулей меньше 40 граммов эти яйца поэтому у меня уходит 3 вот 120 126 граммов я сейчас себе помечу еще раз сколько у меня получилось 126 граммов 300 граммов у меня было яблоко все перемешиваем это дело яблоки с яйцами мы перемешиваем попробуйте если у вас сладкие яблоки возможно вам и даже и подсластителя никакого добавлять не надо может вам хватит сладости яблок моя мама вот этот рецепт давала моя мама когда-то она не использует нет ну вообще используют в этом рецепте не используют подсластитель любит такие чтобы были оладушки с натуральным вкусом яблока я вот набахала еще и подсластителя добавила мне хочется сегодня сладенького погода еще такая за окном знаете дождливая и хочется прям сладенького чего-то просто перемешиваю вот лопаточкой и все без проблем так дальше добавляем сюда муку рисовую 40 граммов на одну порцию если у вас нет рисовой муки добавляйте любую какая у вас мука есть добавляем я все делаю в двойном размере добавили перемешали помните да если у вас сочный сорт яблока отожмите его вот как кабачок мы частенько отжимаем то же самое сделайте с яблоками иначе ваша рецепт возьмет гораздо больше муки вот я не отжала и я вижу что у меня такое яблочное яблочное тесто я сейчас посмотрю как они будут выпекаться возможно мне нужно будет добавить еще немножко муки так сейчас сюда по рецепту нужно греческий йогурт 30 граммов добавить у меня его нет я добавлю кефира немножко совсем немножко нужно 30 граммов йогурта кефир гораздо жиже поэтому я добавлю его совсем чуть-чуть для того чтобы только у меня сода с ним разошлась и заработала я прям вот возьму возьму в чашечку сейчас и разведу кефир с содой чтобы пошла реакция тем временем я включаю сковородочку так и перчика возьму 30 граммов все равно получила ну я его уже отливать и не буду все пропорции я дам вам как исходный должен быть рецепт и пол чайной ложечки соды туда добавляю чтобы сода работала лучше лучше всего это делать в теплом кефире или в теплом йогурте будет гораздо реакция лучше но я вижу что реакция тоже есть вам не видно будет засвечивать как обычно да но реакция пошла пузыречки появились все сковорода у меня греется в это время все очень просто все перемешиваем рецепт очень простой быстро все мои меню которые я составляла для своих клиентов которые вам тоже доступны вы можете их приобрести за очень небольшую символическую плату все просчитано все сбалансировано там все меню все рецепты в меню готовятся очень быстро я экономлю ваше время и рецепты все прям очень быстренькие ребят ну первую порцию я положу так как есть а потом посмотрю нужно ли будет мне добавить немножко муки дело в том что я не отжимала яблоки они оказались достаточно такие сочные поэтому посмотрим как сейчас будет выпекаться первая порция наших яблочных оладушек и посмотрим и посмотрим нужно ли добавить еще муки или же не нужно добавить нам сковороду смазала прям молекулярным слоем этой как он называется маслица кисточкой пока она греется быстренько гляну что вы мне тут писали если ко мне вопросы да все видно хорошо все нормально с эфиром доброе утро кто-то присоединился здравствуйте так людмила присоединилась из германии я вас запомнила я запоминаю людей которые приходят ко мне постоянно на эфир какой подсластитель использую сейчас вам покажу а пока выложу наши оладушки посмотрим будут ли они пропекаться потому что яблок у меня больше чем муки получилось и я хочу затестить вот буквально буквально две оладушки положу и проверю будут ли они пропекаться чтобы понять нужно ли добавить мне муки в оригинальном рецепте яблоки нужно отжать а я не отжимала мне показалось что они не сочные а по итогу они очень даже сочные оказались это я нырнула показать вам упаковку от своего подсластителя кто не знает показывала ее часто но есть люди новые кто еще не знает я использую вот такой подсластитель фирма при биосвит называется можно до и после 6 вот такое название что я ищу я ищу крышку для сковороды крышку я еще для сковороды сделайте небольшой огонь будем жарить на небольшом огне яблочные оладушки да можно и вафельница можно конечно конечно можно смотрите только там должно быть достаточного количества муки еще раз говорю посмотрите чтобы тесто было прям не совсем жидко если сочные яблоки отожмите сок и потом добавляйте все остальное на одну порцию нам понадобится 150 граммов яблока отжатого хорошо такого да одно крупное яйцо 40 граммов рисовой муки 30 граммов двухпроцентного греческого йогурта сахарозаменители и немножко соды все это перемешать и вот такой получается рецепт сейчас я буду смотреть что с моими оладушками происходит ну они не расползаются никуда ничего я менять рецепт не буду муки добавлять не буду все прекрасно жарится да мои оладушки будут не супер красивые я вам сразу сказала почему потому что они будут не желтенькие они будут темные из-за того что посмотрите какое у меня тесто яблочное моё яблоко прям богатейше наполнено железом и она сразу же окислилась и стала вот такого цвета все лишние ингредиенты все я со стола убираем потому что рецепт меня полностью устраивает меня устраивает как жарятся оладьи а значит мука отправляется в шкаф кефир отправляется в холодильник ой а хотите вам покажу что я снимала за рецепт вчера рецепт вообще крутецкий сейчас я оладушки эти сниму оладушки положу следующие оладушки и покажу что я вчера готовила и снимала рецепт запах стоит нереальный на кухне прям яблоком печеным пахнет очень классно если вы хотите можете добавить еще немножечко корицы тесто будет прям яблоко с корицей вообще шедеврально вкусно помните да что я сказала печем на маленьком огне не на большом огне чтобы они не подгорали сок яблока будет выделять и сок будет знаете как он ну как гореть таким черным поэтому печем прям на маленьком огне а я уже слюнку глотаю так мне прям запах такой колоснющий вкуснющий что за чудо чудесное хочу скорее оладушку хочу скорее оладушку пока пекутся оладушки я вам сейчас покажу что я вчера готовила и снимала рецепт так можно ли в афельнице да сейчас я берусь наготовила целый сотейник все что осталось вот все остатки роскоши смотрите знаете что это такое кто знает что это такое вкуснятина это же вкуснотель вот у меня осталось там всего четыре штучки обожаю так ну-ка кто мне напишет что это такое что я показывала за вкуснотель кто узнал что это за блюдо я приготовила для вас и записала вчера рецепт приготовила для себя конечно же а рецепт записала для вас баклажаны до рулетики из баклажанов низкокалорийная потому что это блюдо на самом деле в классическом его исполнении оно достаточно калорийно там калорийность как у торта а многие люди этого не понимают думая что но баклажаны это же овощи они же не калорийны а на самом деле в таких рулетиках калорий очень много баклажан такой овощ я с вами разговариваю переворачивала души баклажан такой овощ который впитывает в себя столько масла сколько вы не дайте у него бористое структура сейчас это я немножечко масло туда смажу копану чтобы не оладушки баклажан у него пористая структура и он впитывает столько масла сколько вы дадите вот сколько дадите только он впитает и за счет этого калорийность очень сильно возрастает у этого блюда а плюс внутри чаще всего если вы в кафе где-то заказываете там жирный сыр майонез и калорийность эти рулетики это просто калорийная бомба я приготовила пп-шный вариант низкокалорийный прям вообще я вчера ела объедалась почти этот лоток весь сама и съела потому что муж знает что я их обожаю эти рулетики сегодня смонтирую рецепт и вечером загружу на свой канал кому интересно приходите посмотрите вот такие низкокалорийные баклажановые рулетики как их делать не такими жирными как масляный торт так ваши реакции класс вижу хотите рецепт хотите рецепт хотите рецепт таких низкокалорийных рулетиков баклажановых так где приобрели такую емкость для масла такую емкость мне подарила сестра она вот там вот масло наливается тут кисточка и это кисточка как насос вот ее сдавливаешь и потом отпускаешь и она в себя сейчас я вам покажу 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 тягивает масло видите уровень масла она втянула и все и когда вы пользуетесь вот она вот по одной капельке капает если вам надо много вы нажимаете и она прям льется так ребят я так болтаю оладьи сейчас горят нафиг оладьи сгорят нет не сгорят все хорошо кстати эти оладушки смотрите они будут такие мягковатые это все нормально они не должны быть плотными потому что там очень много яблока яблоко там больше чем муки а яблоко оно печется и становится просто мягким поэтому все нормально оладушки должны быть мягкие емкость эту я вам показала но не сказала мне подарила сестра но она ее заказывала вайлдберис поэтому посмотрите вайлдберис может быть даже на зоне есть я не знаю честно сказать но именно эту она вайлдберис покупала классная штука хороший подарок я люблю практичные подарки то что мне как бы пригодится да и подарки для души они тоже прекрасны но вот прям то чем я буду пользоваться ежедневно каждый день и вспоминать человека это прям то что надо такие подарки мне прям очень нравится так дальше я тоже заказала себе такую емкость для масла да посмотрели на мои эфиры какая она удобная тоже себе заказали получится ли получится ли такие оладушки в духовке честно сказать я не пробовала но по сути наверное думаю что да почему бы нет здесь же яблоко яйцо мука йогурт все такое как типа такой ленивые шарлотки да надо попробовать не знаю если честно вкусно баклажанчики да баклажанчики так подписывается на ведущего да 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 хотим рецепт хотим рецепт баклажанчиков таких низкокалорийных делаю сегодня обязательно сделаю вы можете мне кстати писать какие рецепты адаптировать я буду снимать я сама люблю адаптировать рецепты все уже придумано до нас вот реально ребят придумать прям новый рецепт это сложно но адаптировать наши любимые жирные рецепты калорийные под ппшный вариант под нежирный низкокалорийный это прям любо дорого то чего мы должны делать получать привычный вкус за счет именно низкокалорийных продуктов поэтому если у вас есть варианты какие рецепты вы хотите чтобы я приготовила в ппшном варианте адаптировала их низкую калорийность для снижения веса пишите я это делаю я попробую я люблю вот так вот готовить разные ингредиенты смешивать смотреть как происходит мы с вами неоднократно это делали когда я начинаю делать какой-то рецепт и смотрю чего не хватает добавляю чего-то по ходу поэтому можете мне тоже писать ой как я люблю когда вы мне присылаете реакции это прям вообще прекрасно что мы сегодня готовим давайте напомню для тех кто только у нас присоединился что мы готовим готовим мы открыл сковороду и прямо пар полетел готовим с вами мы сегодня яблочные оладушки вот такие они темные получаются не пугайтесь яблоко само по себе у меня очень темное вот такое тесто у меня уже допекаю такое тесто получилось яблоко окисляется запах нереальный стоит печеного яблока вот мои оладушки получаются да они очень будут вкусные я уверена ой ну смотрите внутри они внутри такие вот они все внутри такие коричневые рыхлые прям хорошо пропеклись мягкие нереально запах какая-то вкуснота готова съесть все и сразу это просто бомбезно вкусно держите меня скорее то я все поем и никому не оставлю да нет я не такая я на всех готовлю целую большую тарелищу этих яблочных оладушек сейчас рецепт вам повторю еще все последние оладушки выкладываю и повторю вам рецепт этот рецепт у меня есть меню я вам говорила и просчитывала я его с выходом не на 100 граммов а на одну порцию все мои меню посчитаны с выходом калорийности на один прием пищи это очень удобно не надо заморачиваться сколько ингредиентов брать потом взвешивать ничего взвешивать не надо моих меню взвешивать ничего уже не надо кроме как ингредиентов все просчитано с выходом на конкретно порцию и вот эти вот оладушки у меня посчитаны на одну порцию на одну порцию выходит двести девяносто четыре килокалорий по этому рецепту что у нас есть что нам нужно на одну порцию яблоко 150 граммов трем на терке отжимаем лишний сок и у вас должно получиться 150 граммов яблока к нему добавляем одно крупное яйцо добавляем 40 грамм рисовой муки можете заменить на любую другую какая у вас есть добавляем 30 граммов йогурта греческого двухпроцентно у меня просчитан в рецепте сахарозаменитель по вкусу одну четвертую чайной ложки соды все перемешали на среднем огне на маленьком огне пожарили с двух сторон оладушек оладушки получаются вот такие могут они быть реально светлее у меня они такие потому что яблоко я пока натирала она уже стала все прям темно-темно рыжего цвета коричневого но это очень очень вкусно если хотите добавьте еще туда щепоточку корицы будет прям вкус как у штруделя печеное яблоко с корицей очень сладко вкусно я вот говорю а во рту остался вкус оладушки которую я только что попробую жарится они очень очень быстро их не надо выжаривать они должны остаться мягенькими чтобы просто пропеклось яблоко буквально по две минутки с каждой стороны и получается все очень вкусно очень люблю все готовить в духовке без масла и очень вкусно получается я согласна с вами это еще как один способ снизить калорийность своего рациона не использовать масло в готовке готовить по максимуму в духовке допустим либо же в пароварке либо в микроволновке но полностью не уходите на обезжиренное питание это тоже вредит нашему здоровью мы должны получать и жиры с пищей обязательно и существует минимальная норма по жирам сколько граммов жира мы должны ежедневно есть это будет поддерживать красоту наших волос ногтей нашей кожи чтобы она не была сухая также это будет углеводно жировой обмен держать в норме у нас работа гормональной системы зависит от жиров потому что большинство гормонов нашем организме они стероидные то есть они ну как сказать жира жировые что ли да поэтому жиры нам нужны но выбор жиров выбор правильных жиров это уже другое отдельное скажем дело жиры должны быть тоже правильные полезные не на насыщенные по максимуму по максимуму ненасыщенные жиры так все мы с вами закончили все очень быстро у нас приготовилась сейчас я вам покажу что получилось и повторю рецепт и вы все в субботний день сможете пойти приготовить себе и своей семье вкусный полезный завтрак вкусный и полезный завтрак так убрала свою рабочую поверхность там у меня уже посуда накопилась у которую мы использовали сейчас в процессе готовки вот такие оладушки у меня получились получились они немножечко темные вы уже знаете почему так получилось смотрите да потому что потому что яблоко у меня было темное это не беда они получились классные они получились рыхлые внутри мягкие и очень-очень вкусные просто вкусняшка так что вы пишете я готовлю эти оладьи с вами ура люблю когда мои эфиры превращаются в какие-то мастер-классы когда мы вместе готовим боже да почему это так вкусно вот мои хорошие можно питаться вкусно и при этом сбрасывать вес вот здесь у меня да смотрите одну оладушку я уже схомячила вот здесь у меня расчет на две порции вот такая гора оладий это на две порции вот я вам продиктовала ингредиенты на одну порцию я все умножала на два и напекла вот такая гора оладий это две порции вот вам нужно на одну порцию взять и съесть половину это очень много это вкусно и очень много получается большой объем порции сытность получается потому что здесь есть и яйцо и клетчатка из яблока мы мы с вами яблоко натирали вместе с кожурой потому что в кожуре содержится много пектина пектина это водорастворимая клетчатка та которая нам нужна вот здесь они сладкие то есть десерт уже после такой порции можно не есть кто не любит сладкие просто не добавляйте сахарозаменитель вам хватит сладости из яблок вот то есть это реально классное блюдо и жиры здесь есть я жарила на небольшом количестве масла прям тоненько тоненько кисточкой смазывала сковороду и значит здесь есть и белки и жиры и углеводы мы добавляли сюда муку и клетчатка это яблоки все здесь сбалансировано все мои меню уже сбалансированы вам ничего не нужно считать кто хочет меню себе приобрести пишите мне после эфира в личное сообщение либо же заходите на мою страничку вконтакте группа вконтакте называется прощай excel моя личная страница наталья самсонкина напишите мне там я вам расскажу все про меню как его приобрести как им пользоваться помогу рассчитать вам дефицит калорий грамотный на котором вы будете снижать вес это все вы можете получить от меня так спасибо большое да люблю жиры в блюдах плюс обязательно утром бутербродик с домашним сливочным маслом да я согласна и сливочное масло оно тоже полезно я вчера в эфире рассказывала почему сходите на мой youtube канал прощай excel и весь наталья самсонкина и пересмотрите кто не видела рассказывала почему нам полезно сливочное масло есть вроде бы это было вчера ну или позавчера я уже честно не помню оладьи прелесть они реально очень очень вкусные простые и быстро я уже яблоко тру здорово мне так приятно что я вас мотивирую питаться правильно и вкусно полезно для нашего организма сбалансированно и сбрасывать вес всем вам желаю хороших отвесов желаю вам хороших выходных кто забыл подписаться не забудьте подписаться на меня в тик ток на мой youtube канал прощай excel на мою страничку вконтакте наталья самсонкина либо же в группу вконтакте прощай excel задавайте свои вопросы если я не ответила на ваш вопрос в эфире не стесняйтесь напишите мне его в личное сообщение либо же в комментариях под любым постом желательно под последним чтобы я его поскорее увидела я обязательно отвечу в следующем эфире на ваши вопросы кому нужна моя профессиональная помощь также пишет мне в личное сообщение я веду и личных клиентов и групповые программы по снижению веса объясняю все скажем так точки над и расставляем убираем из головы лишний мусор который копился там годами что нельзя есть что нельзя по времени есть все можно есть можно все есть можно в любое время и не ходить спортзал и при этом худеть как явно 42 килограмма вот так вот что мои хорошие еще раз читаю вам рецепт для тех кто еще не успел его записать у вас последняя возможность либо же потом в записи будете смотреть уже на youtube канале что у меня в рецепте на одну порцию калорийность 294 килокалорий яблоко 150 граммов натертой на терке и отжатое если у вас не очень сочное яблоко можете не отжимать одно крупное яйцо рисовая мука 40 граммов йогурт греческий 30 граммов двухпроцентный сахарозаменитель по вкусу четверть чайной ложки соды чихнула понимаете ли все все перемешали жарим оладушки на сковороде можно жарить просто на антипригарной сегодня я жарила на тоненьком тоненьком вообще слой растительного масла поэтому они еще и такие у меня румяная сколько стоит какая стоимость сколько стоит похудеть варианты разные я вам сейчас конкретно не скажу вы мне напишите я вам пришлю все варианты потому что есть очень бюджетные варианты это где я вам помогаю рассчитать дефицит калорий норму по вашим макро нутриентам вы приобретаете готовое меню сбалансированное и дальше действуете самостоятельно без моей личной поддержки это прям бюджетный вариант и совсем недорогой доступны для каждого либо же есть варианты по дороже немножечко до частичной моей сопровождением с моим частичным и есть варианты но они тоже недорогие это тот вклад который делаете вы в свою будущую жизнь и в свое здоровье на вариант индивидуальной личной поддержки где мы с вами 24 на 7 где мы встречаемся по видео связи в переписке где я проверяю все ваши дневники пищевые дневники питания я слежу за вами прям так вот слежу за вами да за каждым вашим шагом и довожу вас до результата поэтому пишите на и все разберем самый бюджетный вариант можно приобрести до 1000 рублей до 1000 российских рублей это совершенно доступная цена для любого человека поэтому жду вас приходите ко мне в контакте приходите ко мне личное сообщение я благодарю вас за то что вы провели это субботнее утро вместе со мной за то что мы вместе приготовили вот такую красоту вкусноту аромат такой пока они еще горяченькие я сейчас буду завтракать вам желаю прекрасных выходных хорошего дня хорошей погоды и хороших отвеса худеем заряжаю все свои эфиры на стройность своим позитивом жду вас как обычно завтра утром 8 утра мы начинаем это уже какая-то традиция да приходите присоединяйтесь будем готовить что-то вкусно и говорить о похудении все пока пока